Девушки отдыхают Алла Викторовна Вы совершили нечто Это очень тяжелое преступление Поэтому вы должны мне все рассказать Я понимаю Что вы женщина сильная Но потерянных лет вам никто не вернет Вы меня понимаете? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, ну я Альберту сто раз об этом говорила В первой части спина сутулая Ноги бялые Во второй части, зачем тебе хвост? Ты им машешь, как коровы на поле Мух отгоняешь А в третьей части Тряпка Тряпка тебе дана Для красоты, для грациозности А ты полы моешь И вообще, это простое место А ты не справляешься Альберт, мы же сделали этот номер Это да, номер нормально сделан, но... Нормально? Ты что, не видишь? Номер не готов Альберт, видишь, Жанне не нравится Помолчи А, ну смотри, значит... Значит, надо доработать это Чтобы то, что я тебе говорил... А что ты мне говорил? Ты мне говорил, что все хорошо? Нет, ну да В смысле, есть некоторые вещи, которые надо шлифовать Ах, шлифовать надо И когда ты собрался шлифовать Времени осталось неделя А это бревно скачет по сцене Как непонятно что Ах, стоп! Товарищи, у вас есть целая неделя Вы за это время найдете замену В тысячу раз лучше, чем я И она будет делать все правильно На следующий день все по-другому И потом опять как было И так далее Да ты с ума сошла Ты что, обиделась? Обиделась? Нет Альберт, знаешь, я поняла Это очень важная вещь, серьезная И лучше сейчас Ты это серьезно? Ау Ау, послушай Мы с тобой уже говорили об этом Мужика тебе надо найти Понимаешь? Это элементарная недо... За собой смотри Ты чего? Алла! Счастливо! Да у нее крыша поехала Посмотри, мы ей дельные советы даем Она истерики нам закатывает Айсидора Дункан, блин Айсидора Дункан, блин СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я столько раз шел вам на уступки, но почему у вас так часто так получается? Да, бывает, но мы хорошие жильцы, мы живем вдвоем, и мы всегда платим, хотя у нас стесненные обстоятельства. Стесненные обстоятельства? Да, клиенты, вы неплохие, но если прям так стесненные обстоятельства, может быть, рассмотреть какие-то другие варианты? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это вы о чём? В смысле? Это вы о чём? Послезавтра мы платим. А если будет надо, то мы будем жить на улице, в картонной коробке, на хлебе и воде. Грязные, голые и голодные! Хорошо, хорошо. Так, я не против. Всё, вроде обсудили, встречёмся послезавтра. Удачи! Грязные, голые и голые и голые и голые. Вот так вот. Какие же они всё-таки все извращенцы. А я хочу оградить тебя от этого. Любой ценой. Поэтому, дорогая моя, от этой роскоши можно и отказаться. Ну, а как же? Без них? А что там у тебя в театре случилось? Звонил Альберт, сказал, что вы там чуть ли не подрались. Всё, я от них ушла. А что случилось? Я же тебе говорила, что он идиот, извращенец. Больной ставит такие номера. Мам, ну, все творческие люди немножко странные. Всегда им надо выступать с таким творчеством. Мам, ну, ты... Нет, мы можем. Да. Всё, едем. Давай, пока. Мам, поехали сейчас к тетей Рилере в гости. Ой, нет, ты езжай. А мне с работы звонили. Просили приехать. Ты езжай, передавай всем привет. Вечером обо всём поговори. А, ну, ладно. Так, друзья, давайте убежите спать. Да, мы сейчас. Да хрен с ней с этой работой. Мама, как? Слушай, Алка, ну тебе всё равно нужно выбираться как-то. А что для этого нужно? Блин, ну что для этого нужно? Для этого нужно выйти замуж и родить ребёнка. Потому что одно дело сидеть дома. А сидеть дома, когда ты замужем и воспитываешь ребёнка, это совсем другое дело. Алка, вокруг полно мужиков. Нужно только увидеть своё, нагнуться и взять. Ну чего время-то терять. Так-то уже сколько на уши лет, а? Потом знаешь, как оно там пойдёт. Ребёнок уже есть. О, бабушка. Ну не может она. Теперь вроде в Израиле какую-то клинику отыскали. Лечиться туда едут. А на какой сами не знают, на какое время. Мне уж это завтра рассчитали. Чё ж такое-то, а? Опять куда-то искать. Для нас самих это очень большая неожиданность. Но послезавтра мы должны сесть в самолёт и улететь. Мы не знаем, когда мы вернёмся. Это должно занять какое-то время. Пожалуйста, поймите нас правильно. Мы должны были вас кому-то порекомендовать, но это очень срочная ситуация. Мы не сможем вам помочь. Нам очень жаль. Всё понятно. Ну что ж, спасибо. Счастливо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасное дело. Парапассив. 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 Мам, ну как? Да и денёк сегодня. Уезжают наши бизнесмены и всех уволили. Вот и я без работы. Теперь надо за границу съездить. Здесь все больницы объехали, теперь там надо. А ведь наверняка это у мужика проблемы. 90% случаев дело в мужчине. К гадалке не ходи. Хотя у неё там тоже неизвестно что. Мне последний врач из генштаба сказал, ей скоро 30. А у неё такие показания. В общем, если она прямо сейчас не родит, вообще никогда больше не родит. Но у нас деньги есть, конечно. Сейчас им там всё вылечат. Может, у них всё-таки получится? Да. Да. КАРАНТИННОО ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А, старые. А кто это? Да это давно было. Он на мосттеатре учился. Бегитесь. Что-то я его не помню. Да ты его и не видела. Ну, он не в твоем вкусе. Почему? Ну, не знаю. Вы не волнуйтесь. Ситуация ясная. А главное, здесь мы имеем дело с нормальными людьми. Так что все будет хорошо. Ну, все, тогда бы спокойно. Тогда до завтра. Да, до завтра. Не беспокойтесь слишком. Ну, спасибо вам, Алексей. Да, всего доброго. Алло? Это ты? Конечно, помню. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Я все время про это думаю Женщина обязательно должна Проводить первого ребенка до 30 Мне 28 Если я не заберу меня до 30 Я не знаю Я пойду и сделаю ЭК Что за ерунда? Да не ерунда, но если по-другому не получается Послушай Ты красивая Ты удивительная девушка Ты добрая, ты талантливая Ты можешь быть счастлива с нормальным мужчиной Я не знаю, почему-то не получается Ну подожди, это пока не получается Сколько я могу еще ждать? Леш, сделай мне ребенка Зачем ты так? Ну а как еще? Ну давай не будем так гнать, Алл Ну все-таки время еще есть Это серьезные вещи, понимаешь? Это надо обдумать Надо где-то жить наконец Извини, я просто Я понимаю, ты не хочешь Или может быть ты не готов Я просто думаю Да ладно Да я не сказал нет, Алл Хорошо Просто забудь об этом Да что хорошо-то? Не в этом дело Просто об этом я не думал Вернее думал, просто это было как-то неожиданно В таком порядке Ну дорогой мой Если ты не уверен Значит не уверен Да нахрен с ним Или это? Просто после этого получается, что я шлюха какая-то Да он у тебя Хороший, нехороший Ты себе еще лучше найдешь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Все, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Маму, я поехала. Маму, ты тогда приезжай завтра где-нибудь после трех. Звонила мама Леша, а она хотела завтра приехать мне с утра помогать. А что случилось? Что мы с вами не справимся? Все она знает, все понимает, а потом делает как-то по-идиотски. Последний раз вообще взяла ребенка на руки и чуть не выронила. Ты это видела? Нет. Ну, может, тогда погуляет? Ты отдашь ей ребенка? Нет, нет, ну, я уже сказала, вроде пусть придет. Ребенок еще маленький, что к нему всем скопом ходить? Мы его даже близким людям не показываем, Ири и Лери. Его сейчас кто угодно может сглазить, мало ли что. Кстати, а где твой муж? Он звонил, он работает сегодня поздно. Проект заканчивает, будет его сдавать очень важно. Работает так поздно? Кто вообще в это время работает? Ты в этом уверена? Мам. Ну, вроде все нормально. Ну, хорошо, я поехала. Мам. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Довольно разноплановая и не очень согласованная между собой стилистически, новый микрорайон не должен состоять из принципиально новых типов зданий. Правильнее всего будет проработать уже существующие типы жилья... Они все так... Так всегда было и так будет... И когда он успел... Мы же все время дома... Это значит позавчера, когда мы с тобой были... В больницу... Потом гуляли... Он работал и не мог... Он еще не лягался... Так вот... Было бы желание... Нет... Нет... Вы еще не лягли... Да, конечно... Так... 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 Спасибо... Давай, пик. Привет. Ну как вы? Ваня спит? Спит. Отлично. Что это? Тебе? А это? Торт. Ты же знаешь, мне нельзя. А, ну ладно. Что не придумал, Калина Петровна съест. Завтра мои родители в котель зайти. Твоя мама уже сегодня приходила. А, ну да. Она тебе помогла? Помогла. Отлично. А ты чего такая? Что не так? Да нет, все так. Что так? Что случилось? Послушай. У нас есть родители. Да, я знаю, что твоя мама твой самый близкий друг. И это прекрасно, никто не спорит. Но и у меня есть мама. Здесь ее внук. Я очень рада, что здесь ее внук. Скажи теперь, пожалуйста, где ты сейчас был? Как где? Я же звонил. Я работал, отвозил документы в аэропорт. Назад в пробку попал. В пробку? Зачем ты мне врешь? С ума сошла? Да я с ума сошла! Проснулся. Что это? А что это? Это что? Наверное, это трусы. Ты, подонок, дай сюда ребёнок. Осторожно, ты что вырываешь? Что ты делаешь? Успокойся. Зачем ты это делаешь? Я сижу с Ваней, я кормлю его грудью. У меня молоко может пропасть. Блин, да что случилось? Ты что здесь делаешь, пока меня здесь нет? Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Я пойду покажу, а ты успокойся, у тебя Ваня на руках. Ваня на руках. Спасибо тебе, что ты мне напомнил, что у меня как-то Ваня на руках. И что я здесь делаю с утра до ночи. А ты сходи и погуляй, конечно. Бывает, он же не должен мешать нормальной жизни. Нельзя же всё время работать, даже когда-то отдыхать. Блин, что это? Поехали. Г founding. Грина Петровна. Поехали. 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 Я прихожу домой, натворит непонятно что. У нас все было нормально, у нас маленький ребенок, а мы... Вы слышите? Это какая-то нереальная ситуация! Зачем разводиться? Что? Зачем разводиться? Зачем разводиться? Зачем разводиться? Зачем разводиться? Зачем разводиться? Конечно! Отлично, хоть какая-то польза! Алла, не начинай! Давай спокойно! Ты хочешь поехать с Ваней к маме? Вам так будет лучше, езжай! Я скандалить с тобой не могу! Конечно! Выставил жену с грудным ребенком на улицу? Это то, что тебе было нужно! Я выставил? Ты что такое говоришь? Кто тебя выставил? Я хотел, чтобы мы были вместе! А что ты сделала? Ты черт знает, что творишь! А виноват я? Я привожу домой баб, трахаю их! Они здесь трусами разбрасываются и бегут домой без трусов! Какой ты идиот! Стоп, стоп! Истерики это лучше к маме! Какие истерики? О чем ты говоришь? При чем здесь истерики? У меня дома истерик не нужно! Зачем ты все это делаешь? Ты специально меня доводишь? Никто тебя не доводит! Ты сама кого угодно доведешь! Слушай, ты сейчас реально в неадекватном состоянии! Так что собирайся, езжай к маме, а Ваня останется здесь! Что? Ты хочешь отнять у меня ребенка? При чем здесь отнять? Ты хочешь забрать у меня ребенка? Я все поняла! Я все поняла! Как же я раньше не верила! Теперь все понятно! Я же чувствовала! Вот откуда у меня каждый день стресс! Вот она твоя поддержка! Твоя любовь! И твоя забота! Вот оно все где! Ты для этого разрушил семью, да? Все! Мы уезжаем! У нас все будет хорошо! У нас наконец-то все будет хорошо! И мы отлично будем жить! Мы просто прекрасно будем жить! И нам теперь наконец-то никто не будет отравлять жизни кроме нее! Готово! Готово! Едем? Нам будет хорошо втроем, правда? Ну все! Поехали! 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 Он же стоит там! Зафиксируйте двери, чтобы не открывались! Не откроются! Все! Мы уже уехали! Больше мы сюда не вернемся! Нет больше твоего мужа! Сейчас мы приедем домой, ты успокоишься, и мы наконец-то втроем будем счастливы. Я не знаю, что случилось, но Ваня маленький. Ваня грудной, он постоянно должен быть с мамой, наложивай контакт, помогай во всем, она, скорее всего, не изменится, но ты должен думать о Ване, старайся. Ваня 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 Я подумала, что если нет таких особых симптомов, то... Да что она понимает, это врач. Алла, я десять лет там отработала. Я знаю, что бывает, когда то, что нужно давать, давать уже поздно. Мам. Что, мам? Я насмотрелась. Ладно, идемте. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Будем все принимать, как и хорошие. Привет. Привет, привет. Я на минуточку. Привет, Ле. Сто лет тебя не видела. Ну да. Зачем? Что? Я за рулем. Так что давай. Ходи. Не знаю, у кого что, а у нас это добром не закончится. И потом. Он в последнее время себя так странно ведет. Мне кажется, он что-то задумал. Это точно. Ну, понятно. Да. А с виду ведь нормальный парень был. А с виду они все нормальные. А это точно. Ну что? Ты вроде уснул. Ну, садись. Пейте чай, а я пойду там посмотрю. Да. Ну, понятно. Ясно. Вообще так не бывает, что никуда не берут. Ну, я же тебе говорила. Устройся в студию или в какой-нибудь детский сад. Для начала хоть какие-то деньги платят. Я думаю, у тебя для этого суперстаж и суперопыт. Ну, да. Я смотрю, кто у меня самый внимательный. Просохнули. Стоп. Пошли по кругу. Стоп. Остановились. А вы почему за ручки не держитесь? Взялись за ручки. И приготовились еще разочек. Повернулись все. Спинки наверх подтянули. Подтянули. Потолку голову привязали и вытянули себя. Вытянули. А теперь чуть-чуть медленные петельки сделаем. Вот. Готовы? Ну, и в конце нашего педсовета мне хочется поблагодарить нашего нового музыкального руководителя Аллу Викторовну. Все наши праздники, утренники, все наши занятия, соответственно. Ну, театральный кружок, конечно. Это все оно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, куда же ты исчез? Алла, кто там? Здравствуйте. Я к Савельеву по охране продутей. Паспорт давайте. Идти куда знаете. Алла Викторовна, здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Я вас пригласила обсудить с Алексеем Евгеньевичем вопрос. Здравствуйте. Да, наш основной вопрос по порядку общения с Ваней. Алла, у нас с тобой отношения напряженные. Приходить к вам и общаться вместе – это проблема. Есть негатив, и это отражается на мальчике. У нас сейчас действует соглашение, по которому я не могу брать Ваню к себе. Когда оно заключалось, Ваня был грудной, все было понятно. Но теперь мальчик вырос. Ему скоро идти в школу. Теперь ему ничего не мешает проводить больше времени с отцом, и он этого хочет. Он часто спрашивает, где я. Ему многое интересно. У меня есть все для этого условия. Мои родители, бабушка и дедушка Ваня, вообще не видели его очень давно. Давайте пока не будем. А почему? Да, почему? Ты говорила, пока ребенок маленький – это невозможно. Но вот когда он вырастет – другое дело. Он не готов к этому. Что значит «не готов»? А как он должен быть готов? Мы с ним отлично ладим, никаких проблем нет. А почему отец не может взять ребенка, например, на выходные? Вы же знаете, мой ребенок, он сложный, он особенный. Он плохо реагирует на резкую смену обстановок. Никакой он не сложный! Это кто-то очень хочет, чтобы он был сложный и особенный. И ни в коем случае не подпустить к нему отца. Вы же регулярно видитесь, ты приезжаешь, вы общаетесь. Почему ты хочешь и это разрушить? Ты знаешь, чего мне это стоило? В каком смысле? Почему же вы меня не понимаете? Простите. Я всего лишь хочу иметь возможность иногда брать своего сына к себе. Как нормальный отец. Да понятно. Все равно спасибо вам. Ну что ж, если вы хотите ситуации, когда мы не можем помочь, тогда это суд. Субтитры создавал DimaTorzok У нее никого больше нет. Кроме меня и мстить некому. Нет, не то. Здесь что-то другое. Да что другое? Что-то другое. Девочка-то вроде не глупая. Вы что думаете, я вам чего-то недоговариваю? Да, может, чего-то и недоговариваешь. Что-то здесь было. Ты должен знать. Ты что за ерунду говоришь? Чего еще такое было? Какого мне смысла вообще от вас что-то скрывать? Ничего не было. Значит, вспоминай. Что тут еще вспоминаем? Все вспомнено. В суд значит в суд. Я со всеми специалистами говорил, ничего другого не остается. Готовлю документы, получу судебное решение и буду его исполнять. Все! Иван! Иван, иди сюда! Вау, ну сейчас иду! Так, посидим на дорожку. Ничего, я тебя просто так не отдам. Ну что, меня заберут? Нет, ну что ты. Я тебя люблю, я тебя никому не отдам. Что, цыгане придут? Какие цыгане? Мне бабушка говорила, если я поеду с папой, то цыгане меня украдут навсегда. Какие цыгане? Так, мой хороший, никто тебя не заберет, никто тебя не украдет. А куда они меня заберут? Так, зайчик, никто тебя никуда не заберет, мы тебя не отдадим. Все, пора. Кто тогда меня будет красть? Милый мой хороший, любимый мой, не переживай. Я тебя очень люблю, я скоро вернусь. Добрый день, мы на судебное заседание в 503-м. По порядку общения с ребенком по гражданскому иску Кузнецова к Прохоровой. Пройдемте, пожалуйста. Суд постановил. Иск Кузнецова Алексея Евгеньевича к Прохоровой Алле Викторовне удовлетворить. Я благодарю Вашу честь, это очень важно для нас обоих. Быть с отцом, проводить с ним как можно больше времени, для мальчика это необходимо. До этих пор не было такой возможности, теперь будем активно наверстывать. Тем более мы оба с нетерпением ждем этого. И также, я искренне надеюсь, что мне все-таки удастся найти общий язык с ответчицей. По вопросам воспитания, образования, развития нашего сына. Ведь только вместе мы можем дать ему самое лучшее, что могут дать действительно любящие родители. Спасибо. Да, будем надеяться. Ну что ж, всем спасибо. Судебное заседание окончено. У меня есть валидол и анальгин. Больше ничего нет, я могу сходить. Алла. Нет, ничего не надо, я просто посижу. Блин, такие нервы. Ты опять здесь? Зачем ты здесь? Зачем ты сейчас здесь? Девушка, 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 успокойтесь. Зачем ты сейчас здесь? Кто ты такая? Что тебе надо? Идиотка. Простите. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я чувствую, как будто он рядом Он следит за мной Сегодня опять прямо после суда Он опять появился Он сидел напротив Я набросилась на мужчину в коридор Что я могу с этим сделать? Алла Забудь об этом Раз и навсегда Чтобы этого разговора Больше не было Мы жили И будем жить дальше Мы справлялись И справимся дальше Он занялся бизнесом И оставил нас без квартиры Он обещал, что все наладится И что? Он нас бросил Он ушел К моей подруге Он меня бросил Он тебя бросил У него другая семья А мы Слоняемся по чужим углам Его помощи И пусть он подавится Своей помощи Мам, прости Мам Все нормально У моей хозяйки Ее новый спонсор Работает в Генеральной прокуратуре И что? А то Он может помочь нам В нашем деле Он посоветует Хорошего адвоката Хорошо Уже поздно Нужно спать Завтра все решится Вот шла и у метро Купила Ну может у меня уже нет Это да Но вопрос с ребенком Еще не решим Почитай Маму Спасибо тебе Давай спать Давай спать А пусть нечем Безусловно Пейзаж Ну я не слышу вас Почему Испол Да что вы как макароны Вареные Еще раз Исполняет вальс На скрипке Алима Привет Ну как есть новости? Завтра? Да Отлично Пока До вечера Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У вас все хорошо? Вам помочь? Нет, спасибо А вы не знаете Где этот адрес? Берсеневский 4 Такого адреса нет Понятно Стойте! Я покажу Куда вам СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Видите? Открыто. Дальше мне нельзя. Осторожно. Там темно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Господи, помоги дойти. Я жду тебя. Привет. Привет. Наконец-то ты пришла. Здесь больше никого нет. Только ты и я. Я часто вижу тебя, но мы никак не можем поговорить. Да, да, да. Мы все время рядом, но не можем увидеться. И это неправильно. Мне очень тяжело. Мне сейчас очень плохо. Помоги мне. Я все знаю. Он выиграл суд. Поэтому ты хочешь посадить его в тюрьму? Он сам виноват. Я не отдам ребенка. Не надо так бояться. Он же его отец. Я знаю, он хочет забрать его у меня. Я не позволю. Но мальчик будет расти, станет задавать вопросы. Он же бросил. Он же бросил нас. Он же бросил нас. Он меня бросил. Он меня бросил. Он его бросил. Он семью разрушил. Он не может. Тебя не хочет. Он же бросил нас. Материал собран очень хороший. Статья 111, часть 1. Мы можем выиграть, но не хватает одной ключевой детали. Ты обвиняешь своего бывшего мужа в том, что он тебя избивает, но доказательств нет. Не зафиксировано. Я достану доказательства. Как ты достанешь? Я достану, я что-нибудь придумаю. Ты обещал. Я выполню обещание. И даже если ты оступишься, я не оставлю тебя. Спасибо. Хорошо все-таки, что ты у меня есть. Будь осторожен. Там темно. Я скоро вернусь. Я жду тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА